А готовится выполнять опорный прыжок Анна Мыздрикова, Москва. Ну, эта девочка уже опытная, уже она, по-моему, располагает очень большим опытом соревнований и должна показать, мне думается, что-то посолиднее. Жалко, безусловно, устать, но я в полной степени оправдываю, что она сегодня не принимает. Мне не очень понятно, каким причинам она нагрешена. Устать, она все-таки себя восстанавливала после сложнейшей травмы. И так достойно провела себя на алигийских играх, что она имеет право, например, сейчас не располагать вторым прыжком. Но чем объяснить причину отсутствия второго прыжка у Гришны, вот мне как-то большему тренеру не понятно. 12 секунд окончательного центра. Их порт с ним. Один винтик, пируэн. И очень рано ее заставила сложить, потому что она не смогла так отойти от этого прыжкового снаряда, что ее вынуждает сгибать тело. Сколько еще осталось таких прыгуней нам смотреть? Прыгуней еще одна, Павлова, Анна. Обычно гимнастка первые попытки делает наиболее там, ну чаще. Сложные. Ну это чаще, бывает и однооборот, но не важно. Я вот думаю, если у нее был первый прыжок винтика, один пятибайльный, что она нам предложит во втором прыжке. Посмотрим. 12,9. Ну исполнение, это хорошая. Ну как хорошая, один винт и с согнутым телом, как это хорошо. С ошибкой такой, сейчас такая же ошибка, только она постаралась. У нас если вырандатный амуртик, аскок с поворотом, у пальцев, он называется прыжок не было, и с огнем с поворотом еще раз. У нас в первой фазе полповорота и во второй, полный, да, поворот, в второй части. И завершает финальное соревнование на опорных прыжках Анна Павлова, пять и две. Это вот трудность прыжка? Трудность прыжка, пять и две. Павла у меня на глазах еще начинала на совсем юный полчемпионат Европы в Греции. И она блестяще выигрывала и показывала прыжки просто виртуозно, высоко, легко. Я очень хорошо запомнила ее этот дебют, это было в Афинах или какой-то другой городок, не вспомню, как он называется, но она там произвела фурор, именно потенциальностью своей. Знаете, она долго держится, сейчас мы знаем, что она вам покажет. Она все-таки прыгала хорошо и прыгает, попала в финал. Она попала в финал с результатом тринадцати и три десятых. Тринадцати и три. Соберись. И Афанасьева тоже, у него прыжок был пятнадцати и две десятых в предваре в этом соревновании. А второго прыжка нет, значит, не выступает. А второго нет, и не выступает. Мы перейдем к следующему снаряду, конечно, это будет очень интересно. Я уже переживаю, потому что безумно хочется видеть и финалистов на кольцах, потому что там названы такие имена, которые, конечно, на высоком международном уровне, как Баландин, как Аблязин, на них просто хочется посмотреть. И тем самым продемонстрировать, что такое настоящее высокое гимнадзе. И небезынтересно посмотреть грузии. Ну вот так вот и осталось. Довольно опасно, это достойно. Ну, из-за чего? А вот сейчас и решится, кто будет чемпионом в опорных прыжках. Если есть второй прыжок, значит... А у Пасеки второй прыжок? Второй прыжок очень слабый. У нее тринадцать четыреста семьдесят пять было. Первый прыжок четыреста семьдесят пять было. А второй прыжок тринадцать четыреста семьдесят пять и шесть. А у Эды будет пять и восемь, и я не знаю, что у нас сейчас. Она, конечно, уступит. Уступит, да, да, да. Вот получается, что шесть и три, то есть единственный прыжок. Вот и выиграет Пасека, да. Шесть и три, и одним прыжком практически выигрывается весь финал. Да, да, да. Да. Ну, это такой финал, выигрывается. Ну, понятно. Здесь трудно было бы еще не выиграть. Сейчас, конечно, ты смотришь чемпионат России. Ну, чемпионат России. Мы же давайте напомним об этом. Да. Ну, хорошо принянула все штук. Минуты уже все готово должно быть. Вот еще эти девочки медленно набирают цифрки. Но она набирает, а старший судья должен уже дать возможность старта. Да. И она уже же вывела окончательную оценку. Конечно, уже она должна была прыгнуть. Ну, и все-таки мне непонятно, если все-таки половина суммы, как они выводят, значит, как-то по-другому все-таки считается? Геннадий, я думаю, они по-старому считаются сегодня. Там считать особенно нечем. Ну, показывай уже, набралась, по-моему, оценку. Вроде опытная Терешова сидит и так долго выводит оценки. Поменяли. Мне думается, она высчитывает. Поменяла на оценку в последний момент. Сюда-сюда еще. Раз, да. 14, 8, 25. Проближенная посейка. Вторая она будет. Прогнувшись, да, вроде бы как? Прогнувшись, да. Претензии на прогнувшись вторая часть? Ну, там дело согнувшись. Согнула и ее прижала.